В Ростовской области завершилось расследование дела серийного убийцы и насильника. В Иркутске оперативник проехал 3 километра на крыше автомобиля при задержании барсеточника. А в Кирове полицейские выявили две торговые точки, где незаконно продавали алкоголь по ночам. Об этих и других событиях в нашей рубрике происшествия. В Ростовской области завершилось расследование дела серийного убийцы и насильника. В страшных преступлениях обвиняется местный житель Давид Сарабашан. По версии следствия, он изнасиловал и убил как минимум 5 женщин. Последнюю из них в октябре 2018 года. Жертвой Сарабашана тогда стала 25-летняя девушка. Он накинул ей на шею куртку, свернутую в несколько раз, и начал душить, так что девушка потеряла сознание. Затем изнасиловал ее и задушил окончательно. В ходе расследования была доказана причастность Сарабашана еще к четырем аналогичным преступлениям, которые он совершал с 2000 года. Самый младший из его жертв было 16 лет, самый старший – 41. В Иркутске оперативник проехал 3 километра на крыше автомобиля при задержании барсеточников. Сотрудники местного уголовного розыска получили информацию о двух мужчинах, промышляющих кражами из машин, и организовали засаду. Дело было поздним вечером. Преступники отключили сигнализацию у автомобиля и забрали из него сумку с банковскими картами и драгоценностями. Заметив полицейских, они попытались скрыться, но один оперативник успел запрыгнуть на крышу авто. Началась погоня. Полицейского всячески старались сбросить, но он удержался. Через три километра оперативники расстреляли колеса автомобиля и задержали преступников. В Свердловской области сотрудники ГИБДД спасли замерзающих людей на безлюдной дороге. Компания ехала из одного поселка в другой, но водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Пассажиры пешком отправились в ближайшую деревню, чтобы найти связь. Пройдя 10 километров по морозу, они смогли позвонить в службу экстренной помощи. Навстречу им тут же выехал наряд ГИБДД. Полицейские отвезли замерзших путников в теплое помещение, а сами отправились вытаскивать машину. Им помог водитель, проезжавшего мимо грузовика. В Кирове полицейские обнаружили три торговые точки, которые незаконно продавали алкоголь по ночам. Во время очередного рейда на улицах Лепси и Романа Ердякова, а также на студенческом проезде, они выявили магазины, где после 11 вечера торговали пивом и лосьонами на спирту, да еще и по сниженным ценам. В отношении виновных составлены административные материалы. Продолжение следует...